Последний час! Успешное наступление наших войск и прорыв! Итак, сегодня лекарственный садик для тех, кто хочет укрепить и повысить свой иммунитет. И какие растения для этого должны расти дома, Александр? Ну, вот здесь несколько представителей этих растений. Это алоэ, многим известная, древовидная. Так. Вот. Это эхинацея. И третье растение – это капуста, декоративная форма капуста. Отрицающе! Вот эта фиолетово-зеленая капуста. Шапка мономаха. Да, шапка мономаха настоящая. Да. Уникальность этих растений состоит в том, что они выделяют в окружающую среду биологически активные вещества, которые и повышают иммунитет человека. Радиус их действия – полтора-два метра. И чем жестче условия, в которых живут растения, тем более интенсивно они будут защищать человека. Каждый из нас в доме может сделать рецепт, по которому я приготовила здесь ампулы, даже алоэ. Вот. Это листья берутся, алоэ, где-то полкилограмма листьев, заворачиваются в темную бумагу, фотобумагу, складываются в холодильник, но не в морозильник, на две недели. И вот в результате того, что они попадают в такие жесткие, холодные и темные условия, в них нарабатывается берегенный стимулятор. То есть есть возможность дома просто самостоятельно усилить и без того существующие лечебные свойства алоэ – эхинацея. Эхинацея. О ней стоит тоже сказать несколько слов, поскольку это очень модный объект последние годы. Очень оригинальное декоративное растение – это крупные такие ромашки, красного цвета до бледно-лилого. Но немногие знают, что ее следует срезать, если она есть на участках, особенно декораторы выращивают ее или в городах. Вот. С тем, чтобы эти срезанные растения можно было подвесить в комнате, в том же уголке, вот где следует получить иммунный серьезный ответ. И мертвая ткань растения продолжает выделять фитонциды, биологически активные вещества. И вот капуста. И капуста. Капусте надо ставить памятник. Капусту следует употреблять пищу в большом количестве с ее фитонцидами, со всеми биологически активными веществами. И не вот эта капуста. И это тоже. То есть любые разновидности капусты. И это тоже, да. Она съедобна. Как и обычная салата, она тоже используется, и некоторые этого не знают. В ней собран весь букет очень ценных биологически активных веществ, крайне необходимых для организма каждого из нас. И просто еще раз подчеркну, что растения уникальны тем, что свою иммунную защиту они выделяют в окружающую среду. Не только сами защищаются, но и выделяют в окружающую среду. И спасают нас. И спасают нас. И еще раз повторю, уголок для повышения иммунитета. Это алоэ древовидное, это эхиноцея. И вот такая с ног сшибательная капуста декоративная, которая сама по себе просто украсит, по-моему, любой дом. Вот и эстетотерапия тоже. Это и эстетотерапия, друзья. Итак, в гостях у нас был профессор-ботаник Александр Моисеевич Рабинович. И мы с вами, как обычно, говорили о создании лекарственных садов прямо у нас дома. Спасибо вам большое, Александр Моисеевич. Наша программа продолжается. И впереди вас ждут медицинские новости из разных стран мира. Субтитры сделал DimaTorzok